Каждый день нам приходится сталкиваться с различными совпадениями. Сейчас каждый из нас уже привык к тому, что в один прекрасный момент на другом конце земли сможет встретить своего одноклассника, с которым сидел в первом классе за одной партой. Безусловно, это крутое совпадение, но бывают совпадения намного круче. Как насчет совпадений, которые изменили судьбы или даже ход истории? С вами ТОП ХАЙП и в сегодняшнем выпуске мы расскажем вам о 10 лютых совпадениях, в существование которых будет трудно поверить. Погнали! Письмо Писатель Евгений Петров имел странное и редкое хобби. Всю жизнь он коллекционировал конверты от своих же писем. Петров нередко отправлял письмо в какую-нибудь страну. Все, кроме названия государства. Он выдумывал город, улицу, номер дома, имя адресата и так далее. Поэтому через месяц-полтора конверт возвращается к Петрову, но уже украшенный разноцветными иностранными штемпелями, главным из которых был адресат Неверин. В апреле 1939 писатель придумал такой адрес. Новая Зеландия, город Хайтбервилл, улица Райт-Бич-7 и указал адресата Мэрила от жена Уэзли. В самом письме Петров написал по-английски. Дорогой Мэрил, прими искренние соболезнования в связи с кончиной дяди Пита. Крепись, старина. Прости, что долго не писал. Надеюсь, что с Ингрид все в порядке. Прошло более двух месяцев, но письмо с соответствующей пометкой не возвращалось. Петров решил, что она затерялась, но вдруг пришел ответ. Поначалу Петров решил, что кто-то над ним пошутил в его же духе. Но когда он прочитал обратный адрес, ему стало не до шуток. На конверте было написано «Новая Зеландия, город Хайтбервилл, улица Райтбич-7, Мэрил-Оджин-Уэзли». И все это подтверждалось синим штемпелем «Новая Зеландия, почта Хайтбервилл». Текст письма гласил. «Дорогой Евгений, спасибо за соболезнования. Нелепая смерть дяди Пита выбила нас из колеи на полгода. Надеюсь, ты простишь за задержку письма. Мы с Ингрид часто вспоминаем те два дня, что ты был с нами. Глория совсем большая и осенью пойдет во второй класс. Она до сих пор хранит мишку, которого ты ей привез из России». Петров был в шоке, ведь он никогда не ездил в «Новую Зеландию». И тем более был сражен, увидев на фотографии крепкого сложения мужчину, который обнимал его самого, Петрова. На обратной стороне снимка была написана 9 октября 1938 года. Тут писателю чуть не стало плохо, ведь именно в тот день он попал в больницу в бессознательном состоянии с тяжелейшим воспалением легких. Тогда в течение нескольких дней врачи боролись за его жизнь, не скрывая от родных, что шансов выжить у него не очень много. Чтобы разобраться с этим, то ли недоразумением, то ли мистикой, Петров написал еще одно письмо в «Новую Зеландию». Но ответа уже не дождался, поскольку началась Вторая мировая война. В 1942 году самолет, на котором он летел в район боевых действий, пропал. В день получения известия об исчезновении самолета на московский адрес Петрова поступило письмо от Мэрила Уэзли. Уэзли восхищался мужеством советских людей и выражал беспокойство за самого Евгения. В частности, он написал «Я испугался, когда ты стал купаться в озере. Вода была очень холодной, но ты сказал, что тебе суждено разбиться в самолете, а не утонуть. Прошу тебя, будь аккуратнее, летай по возможности меньше». Вирус беременности В одном из супермаркетов английского графства Чешир более пяти лет творятся необъяснимые чудеса. Только вдумайтесь. Как только за кассу под номером 15 садится кассирша, то уже через несколько недель она беременеет. Повторяется все с завидным постоянством. Всего за кассой забеременели 24 женщины, которые родили в общей сложности 30 детей. После нескольких контрольных опытов, во время которых исследователи подсаживали за кассу добровольцев, никаких научных выводов не было сделано. Хотя нет, один вывод есть. Среди бесплодных по врачебным заключениям женщин появились желающие работать кассирами. Да у нас юмор в выпусках. Неуловимый вор Трагикомический инцидент недавно произошел в Софии, Болгария. Вор Милко Стоянов, благополучно ограбив квартиру состоятельного гражданина и аккуратно сложив трофеи в рюкзак, решил для быстроты спуститься по водосточной трубе из окна, выходившего на безлюдную улицу. Когда Милко находился на уровне второго этажа, послышались свистки полицейских. Растерявшись, он выпустил трубу из рук и полетел вниз. Как раз в тот момент по тротуару проходил какой-то парень, и Милко свалился прямо на него. Подоспевшие полицейские налетели на обоих, надели наручники и отвезли их в участок. Выяснилось, что парень, на которого упал Милко, был таким же вором-домушником, которого после множества безуспешных попыток, наконец, удалось выследить. Но самое интересное, что второго вора тоже звали Милко. Три крушения и непотопляемая леди В 1907 году компания White Star Line решила построить три одинаковых лайнера, каждого из которых, к сожалению, ждала похожая участь. Британик наткнулся на мину, Титаник, как известно, столкнулся с айсбергом в первом же рейсе, а Олимпик, самый благополучный из всех, столкнулся с другим судном. Был отремонтирован, но в конце концов налетел на маяк у побережья Канады и был списан в утиль. Но это не все. Их все сопровождала одна и та же стюардесса, которая удавалась выжить во всех кораблекрушениях. Пожалуй, история о жизни медсестры Вайлетт Джессоп заслуживает экранизации. По стечению обстоятельств она работала на всех трех печально известных кораблях White Star Line, и все три раза ей удалось выжить. В столкновении на Олимпике никто не пострадал. Во время крушения Титаника Вайлетт успела сесть в шлюпку. А после такая же история повторилась уже на Британике. Петр I и Цезарь Пожалуй, одним из любопытнейших примеров таких повторов в развитии нашей цивилизации может служить сравнение историй Древнего Рима и Москвы, называемый еще Третьим Римом. Правитель Древнего Рима Гай Юлий Цезарь, как известно, стал первым постоянно носить звание император. Тоже можно сказать и о Петре I, который впервые в истории нашей страны был удостоен этого звания. Знаменитый Юлианский календарь был введен Цезарем в 46 году до нашей эры. По этому календарю Новый год начинался с 1 января. Петр I специальным указом от 15 декабря 1699 года ввел календарь, по которому приход Нового года стали отмечать также 1 января. Созданный Цезарем в своей армии штаба, введение в нем должности начальника инженеров дублируется при Петре I основанием генерального штаба и инженерных войск. Цезарь пишет труды о ведении военных действий, записке о Гальской войне и записке о Гражданской войне, а Петр I правильные сражения и учреждения в бою. Но даже если не брать для сравнения конкретные факты, то характеристика личности Цезаря Петра I будут удивительно похожи. Они оба были великолепными государственными, политическими и военными деятельными, реформаторами и дипломатами. Как по мне, таких совпадений уже довольно много, чтобы считать это обычной случайностью. Двойник короля Итальянский монарх Умберто I как-то обедал в небольшом ресторанчике города Монца. Его обслуживал сам хозяин заведения. Приглядевшись к нему, король с изумлением обнаружил, что ресторатор как две капли воды похож на него самого. Тогда Умберто заговорил с хозяином. Оказалось, что кроме внешности есть и другие совпадения. Так и монарх, и владелец ресторана появились на свет в одном и том же городе в один и тот же день. 14 марта 1844 года. И королеву, и жену ресторатора звали одинаково – Маргарита. Еще одно совпадение. Двойник короля открыл в свое заведение в день, когда Умберто короновали. Все это показалось королю крайне забавным. Он решил следить за судьбой двойника, и вот в 1900 году узнал, что тот погиб. Умберто отправился выразить соболезнования семье покойного, но по пути также погиб. Секретные коды В 1944 году газета Daily Telegraph напечатала кроссворд, содержащий все кодовые названия секретной операции по высадке союзнических войск в Нормандии. В кроссворде были зашифрованы Нептун, Юта, Амаха, Юпитер и так далее. Разведка кинулась искать утечку информации, но составителем кроссворда оказался пожилой школьный учитель, озадаченный столь невероятным совпадением не меньше военнослужащих. Синхрония Карла Юнга или Золотой Скоробей Случались ли у вас совпадения? Происходили ли с вами события, которые по теории вероятности, но никак не могут случиться? Только вспомнишь старого друга, и вот он выходит из-за поворота? Или подумаешь о тетушке, которая не звонила уже год, и в ту же секунду звонит телефон? Это она. Подобное совпадение вашей мысли с внешним событием или совпадение нескольких внешних событий Карл Густав Юнг назвал синхронией. У Юнга была одна непростая пациентка, красотка, хорошо образована, не глупа, но Юнгу она казалась слишком рациональной и циничной, и все она знала лучше всех, и каждое слово врача подвергало сомнению. Как-то в ходе сеанса она пересказывала ему сон, будто ей подарили брошь в виде золотого жука Скоробея. Стоило ей рассказать о жуке, как раздался стук в окно. В стекло бился огромный жук. «Вот ваш золотой Скоробей!» – вскрикнул Юнг. Это удивительное совпадение шокировало пациентку и помогло в терапии. Столкнувшись с рациональным событием, она начала отказываться от своих жестких установок. А любой отказ от установки, по мнению Юнга, означает психологическое обновление и выздоровление. Случаются такие моменты, когда внешний мир посылает на обзнаки, своеобразные подсказки и предупреждения. Но чтобы понять их истинный смысл, нужно не выискивать рациональные объяснения, а учиться понимать мир интуитивно, чувствами и нерассудком. Интуицию нужно очень внимательно слушать. Ну а как считаете вы? Случались ли у вас совпадения? Обязательно напишите об этом в комментарии. А также ставьте лайк, подписывайтесь на канал и врубайте колокольчик, чтобы не пропустить новое крутое видео уже завтра. Спасибо за просмотр!